Почти на 3,5 миллиона рублей штрафовали жители Алтайского края за нарушение масочного режима. Такие данные нам предоставили в судебном департаменте. Ко мне в студию присоединяется Ирина Корчагина. Ир, здравствуй. Расскажи о штрафах и, собственно, почему антимасочники являются такими заядлыми противниками режима. Лена, добрый вечер. Сейчас все расскажу и сразу обозначу, что мы обладаем статистикой только за 6 месяцев пандемии. Сейчас ужесточение масочного режима. Можно предположить, что цифры продолжают расти в геометрической прогрессии. С 1 апреля по конец сентября 4,5 тысячи жителей края получили штрафы за отсутствие маски. Среди них как юридические, так и физические лица. Общая сумма внушительная – почти 3,5 миллиона рублей. Сумма каждого отдельного штрафа выписывалась в индивидуальном порядке на усмотрение суда. Кого-то такая расплата отрезвит. Но есть люди, которые до сих пор отказываются надевать, как они считают, намордник. Свою правоту антимасочники доказывают яро. Вспомним, они уже штурмовали горы электротранс, задерживали общественный транспорт на несколько часов. Их удерживали в ловушке в трамвае до приезда полиции. Можете ее убрать, пожалуйста, от меня? Ты тварь перед моим мужем ответишь. Ты животное, это для тебя не оскорбление. Почему люди должны за вас страдать? У всех дети. Мне уехать сейчас не на чем больше будет. Если я сейчас опоздаю на автобус, мне к вам идти начинать? Вставайте, выходите. Вставайте, выходите, говорю. По-хорошему. Добровольно. Выходите из трамвая, говорю. Пассажирка, которая не захотела одевать маску, стоит и курит у нас в автобусе. Прям в наглую. Часто активисты ссылаются на то, что у них есть противопоказания к ношению маски, либо они не считают защитной маской то, что продают на кассах в магазинах. Одеваем маску, Вика. Нет, это понельзя. А какую можно? Медицинскую. А у вас медицинская? Да. Покажите, Вика, покажи, какая у нее медицинская маска. Вот у вас намордник. Я в маске. Я в маске. Может, в полицию вызову? Если мы, жители, говорим, что маски вредные, если Всемирная организация ГОЗ говорит, что маски вредные, а вы не встаете на эту сторону, то это уже о чем-то говорит. Самое главное – это то, как часто их менять. Маски менять надо через каждые два часа. И сегодня нам нужно в обязательном порядке иметь суточный запас у наших ребятишек. Если они у нас пошли в школу, и кто-то еще продолжает очное обучение, мы должны понимать, если шесть уроков, то, соответственно, у ребенка как минимум должно быть четыре маски. Мы с вами тут движение антимасочников видели. Их аргументация своей позиции, она, наверное, для обычного, нормального человека, она представляется, наверное, странной. Но вот у них такой взгляд на жизнь. Кстати, депутат АКЗС Николай Якушев на днях предложил наказывать антимасочников работами в ковидных госпиталях края. Например, менять утки. Правда, в последнее время алтайские активисты подозрительно притихли. А вот в Красноярске прошел целый митинг против масочного режима. Вот эти самолетики летают, химтрейлы распыляют. И те люди, у которых слабенькая иммунная система, вот эти вот легкие начинают страдать. Вы знаете о том, что ковида такого нет. В медицинском справочнике такого понятия ковид-19 нет. Это название операции по уничтожению людей. Интересно, что бы на это ответил блогер-садовод из Новоалтайска, который недавно похоронил свою маму, умершую от коронавируса. Кстати, в своем обращении он передал привет антимасочникам. История грустная и поучительная. Те люди, которые вот в это все не верят, история моя очень страшная. Я не могу рассказать всех подробностей, потому что это все-таки очень личное. Моей маме было 55 лет. Мы остались с Пашей вдвоем.